Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня у нас такой небольшой эксперимент, чем еще можно намазать курочку. Здесь у меня уже лежит разделанная курочка. И мазать мы с вами будем сегодня ее сметанкой. Но не просто сметанкой. Сначала мы с вами сделаем соус сметанный. Для этого нам понадобится, конечно же, сметана, чеснок и соль. Получится такой некий соус или, может быть, майонез. И кладем в чашечку. Положу где-то столечко, наверное. В эту сметану мы добавляем соль. Самое главное не пересолить, конечно же. Будем добавлять по чуть-чуть и перемешивать. Хотя, мне кажется, может быть, мало было. Сметанка наша уже соленая. И теперь мы будем добавлять чеснок, который я уже измельчила. Заранее, чтобы не тратить время. Тоже будем добавлять его понемножечку. Чтобы у нас не получилось слишком острое. Получилось чесночка прямо в самый раз. Кстати, у меня было две маленькие долечки чеснока. Ну, не маленькие, нет. Нормальные, большие такие. Средние дольки. Так, теперь мы дадим соусу чуть-чуть настояться. Я его уберу в холодильник. И мы с вами продолжим. Так. Значит, с вами курочка продолжаем. Сметаночка наша уже настоялась. Повкуснела. Почему я решила еще делать сметану именно с таким чесночком? Мне интересно, какой же там получится чесночок, когда он небольшими такими кусочками. Насколько он так запекется и насколько это будет вкусно. Ну и, конечно же, попробовать я решила вместе с вами. Так, накладываем. Поскольку я хочу, чтобы у меня еще осталось. Будем накладывать и размазывать. Измазывать, как обычно это делается. Так, ну вот, смотрите. Намазала я курочку. А, кстати, в комментариях под предыдущими экспериментами такими необыкновенными вы мне писали то, что курочка должна еще помариноваться, полежать. Честно, на нее смотришь так есть охота. Невозможно как. Как будто я целый день не ела. Поэтому, ну, пускай чуть-чуть постоять минут 10-15. И отправлю я ее в духовку. И там дальше уже смотрите каждый сам, как у кого она запекает. Вы уже знаете свою духовку. Где-то это час-полтора, наверное, даже, я так думаю. А, еще водичку. Да, сюда еще водичку надо добавить. И потом посмотрим, что же у нас с вами получилось. Вкусно это или нет? Так, ну вот наша курочка с вами готова. Вот так она выглядит. Давайте вам ее сейчас поближе покажу. Здесь вот она немножко как будто так, как-то потрескалась, что ли. Вот здесь вот, вот они видно. Тут прям вообще такая, знаете, честно говоря, выглядит как будто бы не очень аппетитно. Может быть я слишком много сметаны положила. Наверное, все-таки нужно было класть немножечко поменьше. И будем сейчас с вами пробовать. Попробую я, наверное, вот тут вот кожицу вот эту вот. Я всегда с нее начинаю пробовать. Такая она вот прям, смотрите, поджаристая. Думаю, будет вкусно. Пробуем. Корочка очень ароматная. Чувствуется и сметана, и чесночок. Такая прям ароматная все. Но жестковатая. Очень долго ее жуешь, жуешь, как жвачка во рту. Но зато ароматная. Жуешь, жуешь так долго. Так, давайте теперь найдем, где бы ее попробовать. После вкусе, кстати, очень такое ароматное остается. Вот я сейчас попробую кусочек. Я думаю, что она должна получиться вкусной. Мясо, кстати, обычное такое, беленькое. Ну, не знаю, если бы это было, конечно, специя была сверху синей или красной, тогда, может быть, курица поменяла бы цвет. Пробуем. Ну, куриная грудка вкусненькая. Она такая мягкая, нежная, не жесткая. Есть немножко вкус чесночка. Такой чуточку совсем присутствует. Но в целом мясо получилось вкусно. Ну, курица, она в принципе, она вкусная всегда. Она всегда мягкая. Не знаю, если только, конечно, какая-нибудь старая курица, тогда да, или может деревенская, я даже не знаю. Я обычно, кстати, всегда курицу покупаю в Перекрестке. Мне она нравится. Там она всегда мягкая, всегда нежная, всегда хорошая. Но бывают, в принципе, курицы жесткие. Сейчас я еще ее доем, поем. И потом в комментариях, наверное, может быть, что-то еще оставлю. Но я думаю, это очень вкусно. Хотя выглядит, конечно, мне не очень нравится как. Я подержала ее подольше, наоборот, чтобы она поджарилась. Держала ее где-то часа полтора. Потому что часа мало бывает, сырая остается. А полтора как раз. Вот такой у нас с вами был эксперимент. Также у меня на моем канале есть еще такие же эксперименты, где мы с вами мазали курочку не только сметаной, и всякими другими такими вкусняшками необыкновенными. И также, конечно же, у нас впереди еще будет много экспериментов. Поэтому, если вы не подписаны, подписывайтесь обязательно. Ставьте лайк, пишите комментарии. В комментариях напишите, какой соус сделать для следующей курочки. И я его обязательно сделаю. Обязательно напишите. Только не острый. Я острый не ем. Также смотрите наши другие ролики, наши влоги. Как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Также будет влог, как мы будем курочку с ним кушать. Также есть обзоры на продукты. Только у меня они есть. Обзоры на технику. И много всего интересного. С вами был канал Artmania. Всем пока-пока.